Доктор Навук, профессор Олег Демиденко, присядив на участок 3 мая не первый год, але такого, кажа, не было николи. На грядках з'явилися суницы, пришим не только кветки, але и ягоды. Правда, до приезда журналистов больше з них была з'язена десьми. Але это, саправды, не звычайный факт. У студени, у гомели выросли суницы у открытым грунте. На грядке неожиданно появилась целая плантация садовой земляники. К сожалению, сейчас не так много ягод осталось уже, но, тем не менее, эта плантация была в полном объёме. И, может быть, не так уж и странной теперь покажется сказка о злой мачехе и её пачерице, которая была отправлена в лес в феврале месяце за цветами. Протягала тёплая надворья, примусила рослины, парушусь усе законы природы. Календула, якую яшы называют нагадками, отдая перевагу открытым местам, дешма цветла. И хоть кветки явно реагуют на ночные морозы, у день яны зноу радують господару. Сбирается заквятнеть и вось гэты молоды куст безу, калі меркаваць по зелёных пупышках. Такі ж колер, дарэшы, зараз мая навыд минулогодняя трава. Коль кідзён, яшы будуть протягвацца гэты природные аномалии, сказаць тяжка. Во уселяким выпадку под снежным покрывам ягоды и кветки у ближайшых шас не апынутся. Калі меркаваць по информации специалистов областного гидрометия центра, найбольшій пагрузы для рослин, які пераблыта лі зіму з вясною, стануть замарскі, асаблівы ночні. Разам з тым казаць, што ўсі гэтай рослины загінуць нельга. Аднаку плодовых культур можы знизіцца ураджайнаць, а кветок безу ў весну будзі менш, чым звычайна. А цаніць сітуацію можна будзі толькі празнікалькі місяццаў, а пакуль трэба рэхтавацца, да хоць і невялікіх, але ўсё ж такі маразоў. Рост атмосферного давління продолжиться до конца недели і начала следующей недели. То есть это означає, що существенних осадков не ожидается, установлення снежного покрова тоже маловероятно, а температурный фон буде понижаться. Основной фон понижение буде постепенно происходить. Основной температурный фон ночі от минус пяти до минус десяти, но при проясненнях і в зависимости от рельефа местности местами возможно понижение до минус двенадцати і минус пятнадцати градусів. Основной фон дневних температур минус два, минус восемь. В дальнішем, это ориентировочно середина следующей недели, ситуация поменяется в связи с выносом более теплых и влажных воздушных масс юго-запада Європы. То есть это означає, що начнется выпадение осадков, сначала небольших осадков, но к концу недели і к реченню, возможно, все-таки ми дождемся снега. Температура в основному ночі до минус пяти градусів, может быть, минус четырех, то есть слабоотрицательна температура. А днем – около нуля.